Дорогие друзья, каждый день приносят проблемы, их надо решать. Но есть вопросы, которые мы с вами не смогли решить из-за пандемии, но это не значит, что мы о них забыли. Поэтому я считаю правильным нам, во-первых, постоянно держать на контроле приоритетные темы, и одна из таких приоритетных тем это вопросы дарухонения. Было бы правильно также уделить внимание нашим районным, городским больницам. Ситуация там непростая. Изучив этот вопрос, столкнулся с тем, что оказывается достаточно серьезные долговые обязательства есть у районных ЦРБ, и эти задолженности, безусловно, сказываются на качестве оказания медицинской помощи. Если брать в целом задолженность на сегодняшний день, то она около 400 миллионов рублей. Со своей стороны, считаю правильным, найти средства, которые помогут расшить эти долги. И вот это решение сегодня должно состояться. Мы на эти цели сможем направить порядка 300 миллионов рублей с тем, чтобы наши районные центральные больницы, а также городские больницы в городе Саратове, здесь и речь идет о родильных домах, снизили долговые обязательства, и если и будут эти долги, они будут иметь такой текущий характер, потому что фактически вот из этих около 400 миллионов, а если быть более точным 394, 300 можно будет закрыть. Ну и, конечно, я считаю, что губернатор также должен эти вопросы держать на контроле и не допускать закредитованности медицинских учреждений, потому что у нас получается, что больницы, допустим, города Саратова зачастую имеют долговые обязательства 24 миллиона, 25 миллионов. Та же больница в Алгае более 13 миллионов имеет долг. Это для Алгайской больницы большие деньги. Больница в Балашове также порядка 13 миллионов. Это серьезная нагрузка долговая, поэтому совершенно очевидно, у нас может оказаться, что имея вот такие долговые обязательства, просто больницы не смогут выполнять эффективно свои обязательства. Вольская ЦРБ 19 миллионов, Ершовская 10 миллионов, Марковская порядка 16 миллионов. Вот представьте себе объемы долгов, которые сегодня есть у нашего саратского здравоохранения. Хорошо бы, чтобы регион, правительство области, те, кто отвечает за эту сферу, делая все, чтобы не было долгов в системе здравоохранения. И со своей стороны хочу сказать, что несмотря на то, что вот эти темы мы ранее не обсуждали, но видя ситуацию, как депутат, избранный от Саратской области, считаю правильным, эти вопросы держать на контроле. Тем более, как уже говорил, вопросы парламентского контроля сейчас отражены и в Конституции, и в полномочиях Государственной Думы, поэтому хотел бы на это внимание обратить тех, кто отвечает за финансирование в системе здравоохранения. Не допускайте создания кредиторки, не допускайте долгов в системе здравоохранения. Уважаемые наши руководители системы здравоохранения и правительство Саратской области, все задачи, которые ранее мы перед собой ставили, вопросы, которые обсуждали, проблемы, которые поднимались в паблике, мы с вами должны решить. И постараемся сделать это как можно быстрее. Средства на этом найдены. Остается вопрос. Качество контроля. Вот на этом давайте сосредоточимся. А те, кто будет решать эти задачи, самое главное, должен понимать, в непростой ситуации мы ресурсы нашли.